доброе утро народ все мы проснулись за окном опять день даже солнце появилось не просто светло появилось солнце сейчас торчок заварю а внизу уже там движуха такая идет да не простая с помидорами волшебная глядку это хорошо так ребята все мы собрались буханзер сейчас поедем так мы приехали в гараж ночной клуб гараж ну заходим ух ты чё только нет гром палку надо вот с таким градусником точно теплее станет на севере 5 как вам тюнинг сразу теплее станет правда и живут пальцем нагрел градусник потеплело палец убрал похолодало вот народ первый вездеход вижу окошки закрыты чтоб салон не нагревался вот там плата бутарана начинается ух помчим сейчас михаил юрьевич михаил юрьевич как почки нормально да да друзья вы не ослышались михаил юрьевич но к сожалению это не наш мишка а это тоже михаил юрьевич дважды тезка нашего мишани и они друг друга знают урал вообще не тихонечко идет но дороге к так рубится людей повезли столовую с гэсом спишь дорога в аэропорт международный аэропорт да международный аэропорт принимает широкопедляжные борта из китаю из китаю сделал остановить ведь надо выпить ведь и надо выпить сейчас ребят будет устанавливать аккумулятор вертолет вот этот 24 вольтовый аккумулятор 15 ампер выдает какие-то эпические стартовые токи и стоит космических денег специально для вертолетов работы очень надеюсь что мы побываем на этой суздальской охоте хотелось бы раз чехлямбу делаем глядя на ключ бензобака невольно вспоминается поговорка уходя с аэродрома что-нибудь возьми полезное домой ну как тут все устроено то что-то нас ребят не хотят заправлять аварийный сброс двери тут рычаг тянешь петли выскакивают дверь выпадает целиком трубка пита все ребят позвали нас что-то наверно будем бензовод толкать полтонны керосина ведра здорово ну что ж друзья все помчался на заправку у нас подъехала машина уже вертушку заправляю а хочу поблагодарить ребят они мне позволили прочитать ваши комментарии здесь вообще такая дикая беда с интернетом но знайте что комментарии я читаю всегда даже на краю земли все ребят спасибо удачи о ребят заправляют нас уже сейчас полетим погода чудесная день бесконечный погода на два дня прогноз тоже бесконечный так что думаю все отлично будет покажем вам немножко заправочки чуть помедленнее все не качать не это нормально вручай что мы пометим все в полу десятку давай как бой скоро Похоже на правду Сегодня, ребят, нас ждет прохват практически тоже в тысячу с хвостиком километров Мы долетим до озера Себяки и вернемся обратно от Светлогорска Кому интересно посмотреть на карте, в принципе, я вам сейчас покажу картинку И топлива нам хватит только туда, поэтому мы забираем с собой канистры еще Это 100 с чем-то литров там берем И у нас, конечно же, запасливый дядя Витя У него там закинуты бочки уже заранее с керосином есть И будем там еще дозаправляться, чтобы нам вернуться обратно Смотрим дальше, будет безумно красивый перелет из зачаровывающей виде Да, ребят, здесь у нас длинный конец Берем еще дозаправку, чтобы чувствовать себя спокойно Потому как вертолет без топлива это нервирует Ну что ж, предводитель Каманчий, как вы видите, в прекрасном настроении Напевает песенки Погода миллион на миллион Все прекрасно Мы готовы вылетать А, лопаты с собой взяли Надо будет много копать Потому что на себя как все занесло к чертовой бабушке Так, что у нас тут? Температура Все хорошо? Зарядка хорошо? Признаться честно, дядя Витя меня немного напугал Так, что у нас тут? А это для чего? А это куда крутится? Ну все, ребят, полетим сейчас Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Долго ли, коротко ли мы собирались И наконец-то вылетели? Мы получили разрешение на вылет Обратно мы пойдем уже более расслабленно На низкой высоте Будем искать животных Покажем вам краснокнижного Куторанского барана Покажем дикого таймурского оленя Который мигрирует через Куторана Тысячи голов прямо будет Но на этот раз нам столько не удастся увидеть Но все равно мы их найдем Полетаем над замерзшими водопадами Курейского водохранилища Ну а сейчас, что будет по дороге туда интересного Я вам конечно же все равно покажу Смотрим Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тем временем мы приближались к озеру Хантайское Первоначальное название озера Путорама Происходит от якутского кута Зыбкое болото Тресина С наганасским суффиксом места Раму Озеро находится в южной части полуострова Таймыр На северо-западной окраине плата Путорана В отличие от других озер Норильского района Принадлежит бассейну Енисея А не Пясины Другие названия озера встречающиеся в различных источниках Кута Рама Или Большое Хантайское Сток из озера зарегулирован Усть Хантайское водохранилище Самое северное водохранилище в мире Водоем расположен выше Северного полярного круга В пределах субарктического пояса В зоне тундр и лесотундр Слой осадков достигает 1250 мм На берегах преобладает Лесная растительность Горные, северно-таежные, лиственничные, редкостные леса На возвышенностях окружающих гор Тундры из омха или шайника Мощность многолетних мерзлых пород достигает 200-400 метров Подумать только Береговая линия слабо изрезана Больших заливов нет Прибрежные участки скалистые Глубина Хантайского озера достигает 420 метров Третье место в России по этому показателю После Байкала и Каспийского моря Площадь зеркала 822 тысячи квадратных километров Максимальная глубина 420 Средняя 74 метра Хантайское второе озеро Красноярского края После озера Таймыр И 15-е озеро России по площади водного зерка Водоем слабо проточный Питание обеспечивают снеговые и талые воды Оставшуюся часть дождевые и подземные Средний приток воды в водоем составляет около 17,7 км квадратных Крупные притоки Кутарамакан, Эвенде, Хакачна Начало ледостава приходится на середину, конец октября Ледяной покров держится в среднем около 8 месяцев До середины июня, начало июля Толщина льда достигает 1,3 метра в мае По сравнению с Енисеем Ихтиофауна более бедная и насчитывает всего 20 видов Преобладают лососевые, гольцы, сеговые, сик, ряпушка, пеледь, валек, чир и хариусовые, сибирский хариус Сибирский осетр очень редок и находится под угрозой исчезновения Уменьшаются запасы планктона ядной ряпушки из-за ее перелова Озеро испытывает антропогенный пресс Из-за выбросов норильских металлургических комбинатов выпадают кислотные дожди В результате длительных рубок пострадали реликтовые елово-лиственные леса Неконтролируемый вылов гольца и валька привел к подрыву численности их популяций А вот такое оно, озеро Хантайское, на которое мы сейчас и прилетим Что ж, давайте посмотрим родину огромных гольцов и щук крокодилов Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, прилетели на озеро Хантайское Где живут шубы крокодилы Сейчас 15 минут Выкапываем топливо Миша, пистолет защелкивающийся, так что не будет Вот такая заправочная станция используется на вертолете Она фильтрует топливо сразу же Переливает достаточно быстро, удобно, не обливаешься Комфорт, в общем Все, ребята, заправились Вот такая здесь красота Хантайское озеро Вера, сфотографируй, у меня телефон не работает Немножко его это Левосторонний Это на национальный нож? Левосторонний, национальный Это какая национальность такой нож использует? Да все, все местные Всеместные здесь, да? Потому что, ну, не важно Односторонняя заточка, да? Ну, как по принципу якутского, да? Да, да, да А я вот тебе сейчас нож покажу, что ты вот скажешь Ну, национал Посмотри, да А вы же разбираетесь уже Односторонняя заточка под левую руку Ну, они сделали Нет, под левую Дол от себя идет Нет Я левша Под левую руку у меня делается Ты правша? Нет Ты правша? Я левша И он левша А как, посмотри, ты держишь? Нет, он неудобен будет Почему? Почему? А мне наоборот Вот такой вот дол, когда от себя У якутского ножа Тогда рез получается ровный, регулированный Нет, я не знаю Иначе ее у меня будет зарубаться Нет, у меня вот Вот левосторонний Наш Правда, это Ну, немножко Боевой У тебя с этой стороны точится он, да? Да, левый Вот так вот, ребят А у якутов, у них дол с той стороны, с которой От себя они смотрят Я с ними и это Стальные бивни Это ножи, которые проверило время С которыми не хочется расставаться Отличный инструмент Верный помощник и друг в ваших руках Наш выбор Якутские ножи от стальных бивней Пусть это станет и твоим выбором Говорит Шаруни вверх Скажи, мне Мене Я жду это сома Так Как? Как? Там Так kien Продолжение следует... 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 Тем временем наш путь пролегал через озеро Дюбкум. Озеро расположено за полярным кругом на границе Таймырска и Уэнкийского районов Красноярского края, на юго-западной окраине Плато-Путорана. Озеро находится на отметке 109 метров над уровнем моря. Дюбкум – 12-е озеро Красноярского края и 66-е озеро России по площади водного зеркала. Озеро имеет вытянутую форму, типичную для крупнейших водоемов Плато-Путорана, и является наиболее узким из них. Его длина 125 километров при ширине всего 2,5. Через озеро Дюбкум протекает река Курейка, правый приток Енисея. Озеро тектонического происхождения, лежит на дне долины и имеет очень большую глубину. Промеров глубин не производилось. Питание снегодождевое с преобладанием снегового. С октября по июль озеро покрыто льдом, летом поверхности слой воды прогревается до 12-17 градусов. В придонных слоях температура весь год держится на ловне 3-4 градуса. Вода чрезвычайно чистая, прозрачная, низкоминерализованная. Минерализация ниже Байкальской, то есть вода даже чище, чем в Байкале. Озеро богато рыбой редких видов и предоставляет туристам отличные условия для рыбалки. По берегам произрастают ель сибирская, береза извилистая, лиственница сибирская, ольховники, ерники и некини. Озеро Дюбкун, следовательно, называют одним из интереснейших, но наименее изученным из крупных озер мира. Существует предположение, ничем пока не подкрепленное, что Дюбкун не уступает по глубине даже Байкалу. Недалеко от южного берега озера находится водопад Тальниковый, который считается самым высоким в России. 15 каскалев, высота сброса около 600 метров. Водосбор озера практически не заселен. Вся поверхность плата покрыта базальтовыми лавовыми потоками, которые часто именуют сибирские траппы. Они встречаются по всему Среднесибирскому плоскогорию. Однако плата Путарана – единственный крупный участок, полностью сложен из базальта. Это второе в мире по величине трапповая плата после плата Декан в Индии. Животный мир плата отличается разнообразием. Через его территорию пролегает миграционный путь крупнейшей в Евразии таймырской популяции дикого северного оленя. Здесь же находится северный предел ареала рыси – соболя, каменного глухаря – летяги. Лось, медведь, росомаха, лисица, заяц – типичные представители этих мест. Встречаются рецкие и исчежающие виды птиц – кречет, орлан, белохвост. В чистой речной воде много рыбы. В том числе здесь обитают ценные редкие виды – муксун, чир, таймень, голец, омуль. На плата также обитает малоизученная популяция снежного барана, которая, будучи оторванная от других мест обитания этого вида, изолированно развивалась около 15 тысяч лет. Мы вам его обязательно покажем и в следующей экспедиции, я думаю, подробно поснимаем их с воздуха так, чтобы они не боялись, не пугались. С вертолета это сделать достаточно сложно, но у нас есть несколько кадров этого редкого и поистине сильного и отважного животного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вездеходов должно быть много и разных. Предлагаю вашему вниманию вездеход «Лесник МСевер». Простой, недорогой и надежный вездеход для тех, кому не надо выполнять сверхзадачи. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шир». Подробный обзор вездехода в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Следы на снегу, которые вы видите, это не следы снегоходов Это след северного таймырского оленя Через плато Путорана он мигрирует на таймыр И вот сейчас мы сможем на него посмотреть Сейчас вертолет развернется, посмотрите, сколько следов Огромное количество, сотни, тысячи оленей проходят этими тропами в это время года Ежегодная миграция северных оленей не менее грандиозна, чем миграция антилоп гну в Африке Правда, она менее эффектна, потому что олени не собираются в огромные стада А передвигаются по бескрайним просторам тундры небольшими группами и даже поодиночке Однако численность северных оленей внушает уважение более миллиона голов Северный олень – единственный олень, у которого и самцы, и самки несут рога Причем рога олени сбрасывают ежегодно Шерсть у оленя теплая с густым подшерстком Остевые волосы длиной до 2,5 см Волоски полые для лучшей теплоизоляции Тем временем мы добрались до цели нашего путешествия – озеро Сибяки Озеро расположено на востоке Плата и практически пограничный столб востока Уторана В длину имеет около 12 км, в ширину – менее километра Тут зимой для снегоходной экспедиции «Сибирский характер» было заброшено топливо, продукты питания и другое туристическое снаряжение Экспедиция пошла другим маршрутом и заброску надо было вернуть, чтобы ее не попортила вода или зверь Сейчас загрузимся в вертолет и пойдем обратным курсом Кстати, тут же была и бочка керосина для вертолета Да, снегу здесь немало, провалились, потому что-то почти Ушки закладывают, надо так продувать или зевнуть Ну вот, ребята, залетели до места, вот то, что ребята оставляли бензин, инструменты какие-то Палатка, коробка, это, скорее всего, печь Да, это печь, сейчас я ее заберу Сети, сушилка для рыбы Что-то только нету Да, друзья, вот как всегда, нам, людям, не жалеющим себя, снимающим, достается самое трудное Снимать, 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 пока держит рука камеру Удивительно, сколько полезной нагрузки на себя берет Еврокоптер 350 При весе в тонну 250, он везет еще почти тонну Еще одна дозаправка Расстояние большие Пошли забирать топливо Так, пойдем проверим, осталось ли что-то еще из вещей Где-то нас держит Где-то меня он совсем не держит Кто-то здесь что-то взорвал, ребята Кто-то здесь что-то взорвал Сорачильник-то такой, а Мишка, что ли, залез В той крайней избе, как будто бабай пробежался И жрачка на столе стоит, и все как раскидано так Ребята, прикатили мы сейчас вот эту бочку Я хотел это застять, конечно, но меня хотели побить за это Пришлось катить всем Радует одно, что она пустая будет, чтобы ее ухотить обратно вон туда Вот сейчас нас расстроили Сказали, что не будет Где только не был, с кем я не обедал Все, ребята, обед опять отменяется Едем на другое место Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль Огрилл С ним вы станете точкой притяжения в любом месте Проверено нами и временем Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер Ссылка в описании Мы уже пролетели, все путорано С запада на восток Сколько мы километров пролетели с утра? 500 километров с утра уже пролетели Еще столько же пролетим С ума сойти На этом мы заканчиваем первую часть нашего насыщенного событиями дня Смотрите во второй части Замерзшие водопады, снежные бараны И вообще путорана с низкой высоты Когда можно будет все подробно рассмотреть Жаль, что мы не имели времени на ночевку Хотя, кто знает, куда нас занесет во второй части Не забываем ставить лайк Пишем в комментариях, что понравилось, а что нет И, конечно же, подписываемся на канал Спасибо вам большое До новых встреч